Если сегодня на своем пути вы случайно обнаружили сапог, это значит только одно. Началась неделя святочных гаданий. И вполне возможно, какая-нибудь красавица уже нагадала себе суженого. Почти все девушки, которых мы встретили, хотя бы один раз в своей жизни бросали за окно или калитку сапожок, чтобы узнать судьбу. Однажды на святке мы с подружкой выбросили с балкона ее старые босоножки. Один из них вытащила собака, а второй на помойку попал. Новогодняя ночь, особенно по старому стилю, всегда наделялась магической силой. Традиционные веселые калятки и песни раздавались всю ночь. При свечах красавица в зеркальном коридоре старается увидеть будущего возлюбленного и свою судьбу. Народных гаданий множество. На кофейной гуще, на зеркале, спичках и даже на лай собаки. Например, можно положить в чашу с водой разные предметы и вытягивать закрытыми глазами. Если вытянуть обручальное кольцо, быть в скорой свадьбе. Самое распространенное гадание на обручальном кольце. В него можно продеть волос и опустить стакан с водой. По движениям кольца можно определить пол будущего ребенка. Если кольцо начнет вращаться по кругу, родится девочка. Если будет совершать маятникообразные движения, значит в семье появится мальчик. Чтобы узнать возраст, когда девушка выйдет замуж, можно это же кольцо поднять над стаканом и подождать несколько секунд. Кольцо начнет раскачиваться из стороны в сторону, и сколько раз оно звякнет о стенки стакана в таком возрасте и свадьбу играть. Гадать можно даже на книге. Подойдет практически любая. Нужно не глядя загадать страницу и строчку. Например, страница 60, 12 строчка сверху. И посмотреть, что там пишут. Вперед без страха и сомнения. Еще одно старинное гадание – сжечь нитки. Замуж выйдет та, чья нить сгорит быстрее других. Гадать значит угадывать. Гадание с газеты – яркий тому пример. Газету нужно снять. И зажечь от свечи. Будущее покажет леющий пепел. И тут у кого на что фантазии хватит. Кто-то увидит суженного, кто-то скорую свадьбу, а кто-то целое представление в театре теней. Продолжение следует...